Лет через 80 на этом участке Михалковского лесничества вырастет густой, красивый, смешанный лес. Такими славится наш район и вся страна. А первый шаг на пути к его появлению сделали сами Мазыряне. 21 октября они присоединились к масштабной республиканской экологической акции. И в Иванковском районе мы сажали, и по дороге в Махновичи. И вы знаете, вообще, когда проезжаешь по Белоруссии и смотришь вот эту красивую природу нашу, просто разбирает гордость за то, что мы умеем ценить то, что дано природой, любить ее, ценить. А еще, когда проезжаешь участки, там, где ты садил и видишь, что эти деревца, те же сосны, березки поднялись и растут, вот тогда просто вот такое удовлетворение, такая радость на душе, вот легкость. И хочется и впоследствии дальше продолжать это хорошее дело. Ударно потрудиться на посадке леса Мазыряне собираются дважды в год, весной и осенью. Обязательно приезжают те, кто занимает высокие руководящие посты. А еще те, кто учит детей, следит за законом и порядком, работает на производстве. Поле для деятельности волонтеров с каждым разом становится все больше. Соразмерный энтузиазм у участников акции. У представителя райисполкома и коллектива Мозорского опытного лесхоза в этом году 10 гектаров будущих лесных угодий. Сегодня мы работаем на территории Михалковского лесничества. На базе этого лесничества планируется восстановить порядка 10 гектар леса. Площадь этого участка составляет 4,8 гектара. Всего на территории района в рамках акции будет восстановлено порядка 32 гектар леса. И посажено около 160 тысяч сеянцев сосны обыкновенной и березы повислой. Весь посадочный материал выращивается на нашем постоянном базисном питомнике. Ежегодно мы выращиваем порядка 8 миллионов штук сеянцев. Энергичным участникам акции, кроме ведер с саженцами, выдали главное орудие труда – меч Колесова. С технологией посадки они знакомы отлично, ведь для большинства экологический проект – уже маленькая личная традиция. Участвуем в этих мероприятиях уже, наверное, пятый год. Ежегодно, конечно, удовольствие – это хорошая погода при работе, а означает новые леса. Очень хочется посмотреть, конечно, то, что было пять лет назад, что мы посадили, как вырос этот лес. Но всегда с удовольствием и детям говоришь, куда ты, мама, едешь – лес садить. Поэтому определить бы место через лет 10 и приехать, посмотреть. Поэтому это то, что мы оставим после себя. Для меня это имеет большое значение, как для меня и для моей семьи. Это все-таки природа. Лес – это наши легкие, нашей республики, нашего района, как пример для подражания моим детям. Ну и, в общем, это мероприятие как бы дает пример всем, что нам необходимо все-таки саботиться о своей природе, сажать и не забывать, что все-таки каждое дерево – это все-таки тот лоток чистого воздуха, который необходим нами, нашим детям. Мы каждый год принимаем участие в этой акции. И все трудовые коллективы с удовольствием поддерживают эту акцию. Приходят сюда с семьями, с детками. Потому что, если ты сам сделал доброе дело, если ты посадил это дерево, то ты, конечно, будешь его беречь. Ты, конечно, будешь задумываться о том, для чего эта посадка, что такое экология, как нужно ее беречь. Поэтому спасибо огромным организаторам, что проводят такие акции, позволяют нам себя реализовать в этом замечательном добром деле. Большой компанией были и те, кто лес сажал впервые. Молодое поколение мазырян к процессу относилось старательно. В таком предприятии, да, я первый раз участвую. И довольно хорошо получается все. Мне сказали на работе, что надо приехать, посадить деревья. Я, конечно же, согласился бы, но почему бы и не помочь людям, которым надо помочь. А лучший пример для детей – это, конечно, родители. Сотрудники Мозорского опытного лесхоза на посадку приехали с семьями. У меня как-то все удивление какое-то, потому что я в первый раз вообще приехала с мамой и папой, и с младшим братом и младшей сестрой. Это как-то интересно и не похоже на другие занятия. Результатами работы волонтерского десанта в лесничестве довольны. А завершающий этап акции самый вкусный в прямом смысле. Уже по традиции уставших, но довольных участников посадки угощают горячей кашей. Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозорь.